Всем привет, вы на канале Мистер Кубик. Буквально на днях 12 сентября 2024 года в игре ArcheAge стартовал новый сервер Mirage. И на него пошли как игроки, до сих пор играющие в эту игру, игроки, которые некий период уже не играют, ну а также, конечно же, новички, которые мало знакомы с проектом. В интернете, по сути, немало информации по игре, но я же хочу добавить информацию насчет получения бесплатных плюшек, подарков, то есть предметов, которые вам пригодятся во время игры. Но сначала напомню, что играть на новом сервере Mirage могут игроки только с новой учетной записью, проще говоря, новый аккаунт нужен, или же использовать учетную запись, которая вами используется для игры на таких серверах, как Raven, Ifnir и Nagashar. Ну и что же касается всяких плюшек. Во-первых, вы можете перейти по ссылочкам в описании и там забрать награду, которые были посвящены тем или иным изменениям в игре. Там же вы найдете и две ссылочки на новости, связанные со стартом нового сервера Mirage. Там есть подробная информация про награды, испытания для игроков и этапы развития сервера. Ну а зайдя в игру, сразу в инвентарь мы получим инвестиции торгового союза. Здесь же мы найдем ездового питомца Дымка, боевого питомца Малыш Билли, ну и также сумку для сбора трофеев на 30 дней. И тут сразу уточню, что если же у вас у кого-то появятся вопросы насчет того, что это за питомец или крылья, или что это вообще просто за предмет, допустим, как письмена войны, то, во-первых, некую информацию вы можете найти и в самой игре, допустим, про эти предметы. Не стыдно также будет спросить и в чате, если что, про какой-либо предмет. Вам смогут его линкануть, если что. Ну а также никто не отменял всемогущий интернет. Берете название игры и название питомца, к примеру, вбиваете в поисковую панель, и вот вам вы нашли информацию. Касательно какого-то питомца или крыльев здесь можно еще найти отдельно статью, новость про данные вещи, если же говорить про официальный сайт. То отдельную статью про рубиновые эликсиры или письми на войны вы навряд ли найдете. Скорее всего, просто среди перечня других предметов будут они, и вот там уже сможете о них узнать. На этом у нас подарки не заканчиваются, дальше их довольно много насыпают игрокам. До 13.03.2025 года можно будет получить коробочку с рубиновым эликсиром на 3500 очков опыта для боевого пропуска главный герой, а также сфера анимага, три штуки. Данные два предмета можно будет забирать каждый день. После того, как вы в игре проведете один час, то вы сможете нажать на кнопочку или значок слева внизу, и тем самым получить данную награду. Данную награду вы найдете в своем инвентаре. Также до 12.05.2025 года вы бесплатно можете получить предметы, которые будут увеличивать получение вами большего количества опыта, очков работы, очков чести, а также увеличивать шанс получения трофеев. Данный большой комплект припасов вы найдете во вкладке «События» во внутриигровом магазине, то есть в шопе. И не забудьте забрать и использовать эти предметы до нулей по МСК. Все данные подарки у нас персональные, а комплекты припасов можно получить только один раз на аккаунт в сутки. Также различную награду вы будете получать за прокачку своего персонажа. При достижении того или иного уровня мы будем получать набор со всем его содержимым, а то мало ли в какой-то момент посмотрите и не поймете, что это за коробка у вас лежит. Ну и кстати, нужно учитывать, что при открытии данных коробок на персонаже появляется эффект «Время перемен». При этом получаемый опыт при сражении с монстрами увеличивается на 100%, опыт за выполнение заданий на 50%, дополнительный урон умений при сражении с монстрами на 30%, показатель уязвимости при сражении с монстрами улучшается на 30% и также точность ударов увеличивается на 15%. Но здесь у нас есть небольшое уточнение, что набор «Дары и миража» можно приобрести во вкладке «События» внутриигрового магазина, то есть «Шопа». Остальные же подарки вы получаете сразу в инвентарь. Кстати, некоторые наборы здесь у нас имеют временные предметы, так что учитывайте этот момент, когда будете открывать тот или иной набор. Помимо этого, для игроков сделаны некие испытания, состоящие из множества заданий, где, выполняя те или иные задания, вы будете получать определенные очки. Ну и здесь их называют «Дару Коины». Список заданий здесь очень большой, скорее всего, вы даже не будете знать, что делаете данное испытание, потому что просто выполняете квесты, как обычно. Но, выполняя данное задание, учтите, что в день вы сможете набрать не больше 30 очков. А то, мало ли, подумайте, почему вам столько мало очков начисляется. Информацию насчет выполненных вами заданий на сегодня, а также очков «Дару Коинов» вы сможете найти на сайте. Там же посмотреть и забрать награду за эти же очки. Здесь у нас есть как более редкие предметы, это как питомцы, гладера, крылья и тому подобные костюмы, так и есть расходки и всякие предметы, которые вам понадобятся для улучшения вашего персонажа. К примеру, часть редких предметов будет доступна для получения один раз на аккаунт. Но учтите, что если вы заберете все три товара на первом этапе развития сервера, не спешите тратить оставшиеся ваши очки на другие предметы. Ведь верхняя строка, состоящая из трех предметов, будет меняться на каждом из этапов. Полученный же предмет таким образом будет подать вам в корзину на официальном сайте, и затем в дальнейшем вы сможете передать его любому своему персонажу на сервере Мираж. Передача предметов на другие сервера недоступна. Ну а некоторые расходуемые материалы можно приобрести ограниченное количество раз. Лимит же на их покупку будет сбрасываться каждую неделю. Данные предметы также будут попадать в корзину на официальном сайте, и вы сможете в дальнейшем забрать любому своему персонажу на сервере Мираж. Передача на другие сервера также недоступна. Помимо этого, вы можете выполнить одним из первых то или иное достижение, которое позволит вам получить ту или иную награду. Здесь в каждой категории данных достижений может быть до трех победителей. Также вы можете занять несколько призовых мест на нескольких категориях одновременно. Но при этом учитывайте, что не все задания доступны для выполнения с первого этапа развития сервера. То есть некоторые из этих достижений можно выполнить только в последующих этапах развития сервера Мираж. Ну а что же на данный момент доступно на сервере Мираж, вы можете увидеть, перейдя также по ссылочке в описании. Ну а следующий этап развития сервера Мираж запланирован уже на 10 октября. Если же какие-то вопросы у вас остались или появятся со временем, то, во-первых, на самом сайте есть ответы на некоторые вопросы. Возможно, ваш вопрос будет среди них. Ну а также, конечно же, можете спрашивать в комментах, пишите свои мысли, мнения, вопросы. Отвечу я или кто-то другой, но в любом случае я увижу ваш комментарий. Ну и как вы понимаете, получается весьма немалый объем награды, которые игроки могут получить на халяву. Если что, при старте игры вообще ничего подобного не было. Нет, конечно же, награды были, но не в таких объемах. Это было, конечно, все, что касается нового сервера. Ну а что касается старых серверов, в том числе всякие измененецы, которые были на днях установлены на Корее, как раз о них, обо всем этом я и буду в ближайшее время рассказывать. Так что, чтобы ничего не пропустить, как всегда подписываемся на канал и прожимаем колокольчик.